итак ребят всем привет сегодня я хочу сделать небольшое видео в связи с чем это у меня получилось в голову у меня взбрело отснять вам небольшой видеоматериал и посмотреть как вы к этому относитесь сейчас я хочу вот что сделать открывал я сегодня сегодня свой как говорится чемоданчик с сокровищами вот я обнаружил очень большое количество монет вот эти монеты мне куда-то нужно использовать используя их в разных целях всякого рода сувениры поделки и все такое сейчас я вам покажу что из этого выходит иногда тогда поделка у меня осталось остальные раздал либо распродал ну а сейчас смотрите сзади меня имеется картинка вот она у меня как сувенирные у себя находится это называется денежное дерево сейчас вы увидите своими глазами что можно сделать со своими находками но находки вот так вот я использую сделал я вот такое небольшое панно а здесь монеты всех эпох начиная от царей заканчивая советскими нынешними монетами но нынешних монет здесь очень мало в основном все царские советской эпохи есть много серебряных монет вот это монеты которые я подумал из клада так называемые билончики в общем вот такое денежное дерево у меня получилось зачетное да кстати сделаю я очередное видео видео вот такого характера вконтакте в одноклассниках я выкладывать его не буду видео называется таким вот образом эксперимент анализ а здесь я делал анализ по чистке монет и искал лучшие средства такое подходит так что если кому-то будет любопытно интересно заходите ко мне на канал поиска 63 руси и вы увидите там очень много видео кстати делал я еще такие вот поделки связано с царями вот такие вот у меня картины наших царей и в правом нижнем углу у меня имеется рубли с изображением данных царей это у меня такие вот поделки получились еще так что много я иногда в голову приходит всякая ну а сейчас мы зайдем вот в этот мой чемоданчик в поисках сокровищ сокровища здесь я вас уверяю имеется если у вас заинтересовал вы можете продолжать смотреть данное видео и так разместился я на полу потому что находки проще здесь раскладывать открывая свой чемодан вытаскиваем отсюда все свои ценности такой вот весьма веществом и такой у меня есть пакетик тут у меня находок здесь у меня монеты монеты большого среднего размера все они у меня в какой-то степени почищены но готовлю я их конечно же нанесение патины на них процесс весьма такой затруднительный тем что но это в другой раз я вам объясню почему это у меня одна кучка здесь у меня монетки который я использую для своих экспериментов по тестированию приборов в этой баночке я храню есть серебро большое количество серебра имеется также серебро тоже немалое количество у меня его здесь различные здесь у меня монетки специальные я отложил серебро который я буду использовать в чистке в дальнейшем зима зима у нас длинная и я конечно буду их использовать для чистки для для вас чтобы вы набирались какого-то опыта если кто-то не умеет чистить и это будет сделано для вас очень много монет которые тоже советские эпохи очень много монет все раскладывать будет весьма то и не особо много у меня очень много монет здесь вот тоже куда ни глянем у меня кругом монеты которые нужно использовать их нужно отсеивать но к сожалению времени для этого нет поделить их на на медь на латунь на медно-никель вы есть у меня еще большого металла пластики которые тоже в своем роде есть экземпляры которые необходимо произвести чистку но все как-то не доходят руки вот здесь в основном у меня все кресты нательные иконки вот достаем следующее что у меня имеется своего сензучка это очередная медь вот такая вот такая вот кучка медных монет тоже они все перемешку чтобы можно было как-то их чистить есть довольно таки приятные экземпляры ценные но для меня ценность это как коллекционированы вот кресты у нас кругом очень много крестов много монет которые требуется еще и чистки есть у меня вот такие вот монеты тоже в двух корзинках таких вот стеклянных они у меня готовятся к следующему наверное выпуску видео по чистке монет вот здесь не одна их сотня очень много очень много монет здесь вот здесь вот в общем большое количество монет так что вам еще в своем сундучке показать сундучок у меня набит всем 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 здесь у меня довольно таки интересные есть находки экземпляры я их отношу как бы к шмурдячку вот очень много всяких вещей старинных здесь здесь вот есть австро-венгерские даже бряшки в общем все 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 интересно в этом у меня классе есть ну я к чему вам хочу сказать если вам интересно данное видео если вы хотите поближе ознакомиться с моими находками я хотел бы вас попросить чтобы вы откомментировали вот благодаря вашим лайкам я буду знать сделать ли мне очередной видеоролик по данным темам хочу вам показать могу сделать полный обзор по вот таким вот вещам металлопластики по крестам какие есть здесь здесь весьма есть приятные вещи у меня вот разного характера вот хочу сделать отдельные видеоролики если вам это конечно интересно то пишите буду знать могу сделать обзор по крупным монетам по советам которые у меня в изобилии метно-никелевые монеты поздние ранние советы серебро также царские монеты вот ну монеты у меня разного рода и характера вот вот эти монеты чистки готовится у меня дальнейшим опытом это в чистки всяким 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 много всего интересного у меня здесь есть могу сделать обзор по шмурдяку потому что иногда встречается очень хороший шмурдяк например если у меня такой шмурдяк один вот такая вот цепочка вот такая вот вещица она у меня валялась как шмурдяк ну один товарищ как-то у меня увидел на видеокопе как я его поднял и он ужаснулся то что он у меня валяется как шмурдяк оказывается это весьма довольно таки дорогая и интересная находка вот здесь вот я как бы храню интересные такие вещи пуговки с разной символикой печатки всяческие такие серебро есть даже кстати сейчас если я найду здесь такие вот запонки многие говорят что это запонка там но к сожалению это нет вы ошибаетесь это у нас обычная конина клёпочки на узды много здесь у меня царской символики вот например кокарда позолоченная зачетная вещица и вот такая вот тоже символика есть царская не знаю с чего это интересно есть у меня один слепыш сейчас я попробую его найти в своем шмурдяке так вот она вот она такая штучка это подняли с фундамента погорелись и сделали химанализ мы сразу поняли что это монеты думали что это серебро но одна монета вот заплавленная серебряная а другая монета это у нас золотая золото делали химанализ так ну что вам еще тут показать рассказать что у меня здесь есть такие весьма интересные находки которые радуют глаза в общем как вы видите у меня очень много находок за сезон много чего нужно еще доводить до ума чистить шлифовать скоблить короче нужно нужно все это делать многие подписчики даже не подписчики наверное завидующие люди кстати вчера я ругался с одним ну я как бы пытался свои эмоции сдержать но есть люди которые я не знаю корыстные что ли или что-то в этом роде пишут очень отвратительные комментарии и говорят что копаете всякое говно подымаете неинтересные вообще ну как вы видите есть вот такое говно довольно таки приятное собирать но он говорит что мы всякую хрень собираем монет очень много если все это рассыпать по всему полу у меня весь пол будет усыплен монетами монет повторюсь очень много очень много все разные если вам интересно повторюсь отпишитесь откомментируйтесь поставьте лайки я буду наблюдать за данным сюжетом на пороге у нас еще до сих пор зима не знаю когда она у нас пройдет вот будем с вами рассматривать все мои находки включая если вам интересно можно заглянуть вот в такие вот как говорится скрома где есть весьма зачетные находки мы можем также рассмотреть данные монеты на предмет редкости и ценности есть у меня монеты но к сожалению точно я их не откладываю не знаю просто как говорится сваливаю в кучу есть весьма дорогие экземпляры которые стоят неплохих денег если вам интересно мы можем вместе с вами поискать посмотреть и определиться с находками которые стоят неплохих денег вот кстати на последнем копии поднял вот эту незрачную монетку думал что это копеечка оказывается это 5 копеек царские и стоят неплохих денег монет у меня очень много в изобилии вот сейчас небольшой такой вот курс проведу по монетам которые я сделал за сезон вот такие вот кучи ждет своих процессов чистки и это тоже кучка у меня для очистки остальные монеты вот эти вот практически все чищены но не доведенные до ума то есть на них грязи нету но необходимо сделать либо шлифовку данных монет или же сделать патинирование вот ну вот эти вот вот эта кучка и вот эта кучка у меня ждут процессы чистки надо будет посмотреть что и как у меня получится ну надеюсь на ваши комментарии лайки как вам понравился мой сундучок сокровищ сокровища вот такого вот характера ну все сейчас я с вами попрощаюсь и запилю это видео и посмотрим нужно ли мне продолжать снимать видеоролик вот такого формата к чему к чему